Ну что вы, давайте соберитесь, твари, я чё на вас просто так, кристаллы героев, тратил уроды, суки, близь, мяу! Здорово-здорово-здорово, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков и пойдёт речь о багах в нашей любимой с вами игре, а возможно для кого-то после этого и нелюбимой, и также о битве гильдии, недавно вот прошедшей, вот только-только закончившейся, не знаю, когда видос я опубликую, но, тем не менее, была жёсткая заруба, топовые гильдии, короче, во все тяжкие пустились, было очень весело, и об этом мы тоже с вами поговорим, так что, ребятушки, досмотрите до конца. Что касается багов, я, блин, сдерживал свои порывы и не записывал видос, потому что, как бы, ну, думал, может исправят ещё что-либо, вот, но, как бы, исправление не пошло, даже были какие-то техработы, и всё равно после обновления, которые баги пришли к нам в игру, они так и остались, и, то есть, походу, нам нужно ждать, наверное, следующего обновления, которое будет, там, в середине ноября, или ещё хрен знает когда, или в конце ноября, вот. Потому, я думаю, что пора бы уже поднять этот вопрос, тем более вы и сами уже со всеми этими делами сталкивались. Как вы знаете, в конце, в конце, в начале, да неважно, когда, короче, обновление пришло на наш сервер с нашими питомцами, и, короче, пошёл трэш. Вроде как, там, типа, на Китае потестили, на Китае тоже было очень много проблем, и мы, на самом деле, уже к багам с вами привыкли, но я уже, как бы, молчу про мелкие баги, которые, в принципе, из нашей игры никаким образом не хотят исчезнуть. Так, появилась теперь такая фишка, что люди проходят волны, то есть, там, кто-то старается тратить попытки, проходят АЕ волну, и почему-то потом ему победа не засчитывается, он, допустим, АЕ-4 прошёл волну, да, и херак ему показывается фейлору, или чувак, я знаю, прошёл АЕ-5 волну, и ему херак показалось фейлору, он убил всех демонов, мега-драконов, всё равно у него засчитался проигрыш. Далее, есть и другие баги, то есть, очень, ну, как бы, очень много я не хочу сейчас перечислять, уже даже просто доходит до абсурда, доходит до того, что, то есть, один день у тебя здесь, вот, видите, у меня показывается 10 дней, а я могу, допустим, зайти завтра, у меня будет здесь показываться 15 дней до окончания постройки этого сраного алтаря. Это просто, ну, как бы, я уже на это не обращаю внимания, я привык, что у меня здания месяцами строятся, мне, как бы, реально плевать, я даже специально не чекаю и не смотрю, но у многих ребят просто вот такая вот жопа постоянно происходит. Я хочу сказать по поводу, наверное, самого главного бага, это баг в битве гильдии. Ребятки, битва гильдии одна из самых важных локаций для нашей игры. Возможно, многие из вас не согласятся, потому что они только недавно начали играть, они вкусили всех прелестей и ужаса игры Битвы Замков, но для топовых гильдий, для игроков, которые долго играют, битва гильдии все-таки одна из самых важных локаций, и многие в ней стараются, многие для нее качают героев. И что у нас сейчас происходит? Из-за багов, это уже, в принципе, доказано, до хрена скринов, до хрена видео, из-за багов игроки сливаются. Как это происходит? Человек, к примеру, полностью проходит противника, все хорошо, герои живы, и вместо виктори ему показывается фейлор. И все, ему там, не знаю, засчитывается 99% или сколько там процентов, но сам факт, при абсолютном прохождении противника засчитывается фейлор. И жопа, жопа, добавили питомцев, елки-палки. Я не против этого обновления, мне нравятся питомцы, все хорошо. Но, блин, это самый, наверное, жесткий и неприятный баг, который у нас вообще происходил в игре. И это самая главная локация. Из-за этих багов зависит, к примеру, место, которое займет гильдия во время этого события. То есть, и как бы от этого много зависит, люди стараются, и вообще жопа, 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 жопа. Но я даже на это готов закрыть глаза, ребятки. То есть, как бы, все понятно, блин, обновление жесткое, игра старая, ей уже 3 года, хрен там, что в нее добавишь. Добавляешь одно, начинаются там глюки всякие, там по 5 багов новых вылезает, хрен знает, как исправить. Я, наверное, я понимаю всю эту тему, короче, как бы разработчикам, я думаю, что тоже трудно, жестко, и как бы они сейчас там в поте лица пытаются это все исправить. Я даже знаю, как бы я получил подтверждение, что они обо всех багах знают, и они пытаются исправить. Но хрен знает, когда это произойдет. Проблема не в этом. Вот просто, ну, как бы, почему я должен рассказывать об этих багах? Почему я должен рассказывать, как избежать, допустим, этих багов? Ну, я об этом еще расскажу, и почему они возникают. Почему об этом не может сделать пост официальная группа? Почему сейчас в официальной группе постятся всевозможные красивые детские картинки? Ну, это, кстати говоря, даже не мое мнение, это мнение моего сагильдийца Сашки, как бы, сегодня высказался, говорит, ну, что за дела, елки-палки, вы официальная группа, нахрена мне бегать искать посторонним группам, ютуб-каналам информацию? Ну, блин, признайтесь, уже нормально, открыто, да, ребятки, вот такая жопа у нас случилась, как бы, извините, мы стараемся исправить эту ситуацию, мы работаем над этими багами, короче. И сделайте то-то, то-то, и, возможно, вы избежите каких-то багов. Ну, напишите, ну, не то, что гайд, ну, дайте совет, покажите ребятам, что вам не безразлично, не нужно постить эти тупорылые детские картинки, нахрен никому не нужные в официальной группе, не нужны эти обзоры, сейчас жопа в игре происходит с этими багами. Если вы не играете сами, разработчики, в битву замков, то, как бы, послушайте тех задротов, которые играют. Вот, извини меня, когда игрок, который не сливался уже полгода, и он берет, нахрен, сливается на битве гильдий, не по его вине, а по вине питомцев, ну, извините меня, ну, это, как бы, это жопа, и с вашей стороны вы должны были взять и написать пост в официальной группе, ребята, да, мы знаем, да, мы работаем над этими ошибками, потерпите, пожалуйста, не берите, к примеру, питомцев на битву гильдий, чтобы уменьшить шанс того, что у вас появится вот этот вот баг. Ну, просто, ну, не надо вот этими вот отмазками, там люди в ТП пишут, ответы они получают примерно такие, их просто мягко шлют, как бы, вот, сначала была такая тема, что, ой, там, пришлите нам видео, пришлите нам то, пришлите нам это, ой, ну, как бы, мы его не можем обнаружить, еще что-то, блин, я там почитал ответы, я просто прихерел. Ну, жесть, ребятки, ну, давайте уже как-то ответственнее ко всему этому относиться. Это первое, касаемо багов, поговорим вот только по поводу одного бага. Во-первых, это тупорылиший рандом, кто-то, почему проблема возникает? Проблема возникает из-за того, что вы, идя на битву гильдии, берете, короче, питомцев. Берете питомцев, и, как бы, что-то там криво начинает работать, и, в особенности, если вы взяли питомцев, которые разрушают здание, то, что получается? Получается то, что, как бы, срабатывает баг. Сначала мы думали, что не нужно просто брать питомцев, которые разрушают здание, вот это, если я не ошибаюсь, цепелин, да, вот он бьет по зданиям, короче. Не нужно этих питомцев брать, когда вы идете в атаку на битву гильдий, вот, и тогда, вроде как бы, норм, можно брать других, допустим, сову какую-нибудь и так далее. Но у меня есть игроки в гильдии, которые никогда не сливались, вот, и они слились, просто взяв каких-то там единичных питомцев, не брав, специально не брав тех питомцев, которые разрушают здание. То есть, лучше, ребятки, обезопасить себя и на битву гильдии пока что ходить вообще без питомцев. Вообще без питомцев. Это, вот, как бы, я думаю, что единственный вариант. Хотя я прошлую битву гильдии отходил с питомцами. Ну, короче, меня дико бомбит, я ждал, ждал какого-то развития событий, и, как бы, не дождался, решил записать видос. Ребятушки, уже пора, как бы, ну, не знаю, ответственнее, наверное, относиться к этому. Я понимаю, вы не играете, но мы-то играем. Вот, как бы, сделайте пост, объясните людям, что, как там избежать, когда нам ждать каких-то перемен. И, кстати говоря, вы очень часто нам говорили по поводу того, что на Китае большие бонусы в виде самоцветов и прочих ништяков даются за то, что игроки тестят, вот, они получают сырую версию обновления. И, как бы, все, все это говнище, то есть, эти вечные техработы и падение серверов, они это терпят. Но на данный момент, ребята, мы так же самое, русский сервер Android терпит вот это все говнище. Эти все баги. Я не назвал всех багов, я, мне просто стало впадло делать список, короче, какой жопы у нас возникло после обновления. Вот, мы сейчас это все говнище терпим. Дайте нам компенсацию, не 200 самоцветов, а дайте бонусы какого-то нормального. Но сейчас мы реально заслужили, и, как я понял, нам ждать решения проблемы еще долго. Ну, я, как бы, ладно, я там не обогачусь, если вы дадите, там, 5000 самоцветов, как на Китайке, но некоторым игрокам это будет приятно, в особенности тем, которые слились на битве гильдий и за вас потеряли ресурсы. Вот, и, как бы, вот так вот. На самом деле, мне повезло, я не сливался на битве гильдий, за что спасибо рандому. Вот, но, тем не менее, меня подбамбливает, и когда я вижу, что в моей гильдии сливаются игроки, которые вообще никогда не сливались, ну, у меня злости не хватает, реально. Хорошо, по поводу этого мы побалаболили. Далее, у нас проходила битва гильдий совсем недавно. Вот, просто трэш, просто жесть. И сегодня я вам покажу запись, короче, со стрима, который у меня проходил совсем недавно на втором канале, ссылочка будет в описании, на стриме, посередине ночи, фармил битву гильдий. Ну, сначала там на стриме я делал эволюцию героем, многим, четырем, по-моему, увеличивал силу, потом проходил битву гильдий. Ну, так вот, нам попались все самые, наверное, жесткие топы почти, то есть против нас была берлога, хулиганы, ябулон, то есть против этих гильдий, как мне не прискорбно это признавать, но диктатура еще немножко слаба, и как бы нам с ними трудно конкурировать, нам просто тупо не повезло с рандомом, и мы заняли четвертое место. Но, тем не менее, как бы я даже по поводу этого не парюсь, многие игроки в моей гильдии не парятся, потому что было очень интересно, была жесткая такая заруба, в гильдии ябулон очень много топов, игроков по 240 тысяч сил, которых было пипец как трудно пройти, и я это все как бы прошел, мне Коля помог, сидели вместе, если б не Коля, я б, наверное, уже там, после часов двух, наверное, прохождения, или часа прохождения, после очередного там какого-нибудь слива неудачной попытки, я бы уже об голову бил бы свою клавиатуру, матерился бы и забил бы, пошел бы там бить нубов, и не поставил бы свой личный рекорд, за счет того, что нам попались очень сильные противники, у меня получилось набить 2940 очков, что достаточно неплохо, и я вам скажу, что рекордсменов нашей гильдии было бы побольше, кто набрал 2900, если бы, сука, негалимый баг. Далее идем, у нас тут хулиганы, посмотрите, серж 17 набрал вообще 3000 очков, как бы я это, ну вот, лично в первый раз вижу, может быть, ранее уже набирались такие очки, но как бы, сам я в битве гильдии в такую ситуацию не попадал, чтобы я своими глазами эту тему наблюдал. Колобку передаю огромнейший привет, скажу тебе честно, меня уже дико задолбало то, что я, заходя сюда, вижу только твой ник, еще ник звезды, а, кстати, сегодня ты как-то мало на меня нападал, вот звезда почаще, а нет, колобок все-таки есть, подожди, не сюда, это у нас человек любит пользоваться кликерами, ну вот, просто, э, полетел, все, автокликеры, круглые сутки фармятся, рейды, короче. А почему все это происходит? Потому что разработчикам впадло послушать, что говорят ютуберы о том, чтобы взять и убрать опыт с рейдов, и потому просто, как бы, все это время половина нападений на нас идут от игроков, которые пользуются автокликерами. И это, как бы, запрещено в игре, но, тем не менее, как бы, руководство битвы замков, она не может никого забанить и наказать за это, потому что, как бы, на это все-таки не изменение программы, как бы, за это не банят. Но могли бы просто убрать из рейдов опыт, и было бы все хорошо, потому что сейчас вот эти вот игроки с кликерами, ну, реально, дико раздражают. Хотя, с другой стороны, как бы, и плевать, но, блин, почему я должен играть честно и фармить опыт подземками, а кто-то просто настраивает автокликер и херачится вот так вот. Не знаю, не знаю, вот. У меня были желания взять и самому так, начать играть и, как бы, и не париться, и у меня было очень много героев было двухсотого уровня, но, тем не менее, все-таки я для себя сделал выбор играть честно. Вот, хотя один раз в психомолке, да, очередной раз разработчики, как бы, на вот эту вот тему наплевали, по крайней мере, не сделали никаких телодвижений, я даже думал записать видос с инструкцией, как автокликером пользоваться. Ну, я все-таки за честную игру, ребята, и такого делать не буду. Ну, так вот, битва гильдий, короче, жесткая заруба была, реально, всем спасибо, было весело, нам было очень интересно, потому что, даже, несмотря на четвертое место, ну, там, как бы, такие противники веселые были. Вот, и в дальнейшем я вам включу запись со стрима, все пяти нападений покажу, когда проходились топы Ебулона и гильдии хулиганов. А, почему видео 18+, потому что там присутствовал мат, потому что я сидел там, парил свою электронку, вот, и, как бы, на полном расслабоне, ребятки, поймите, это 2 часа ночи, короче. И, пожалуйста, не пишите там в комментариях, о, князь красавчик, как всех быстро пошел, ни хрена такого не было, я с каждым топом мучился, там, плюс 100-500 попыток просто, где-то халява помогла, где-то просто задалбливание помогло, потому что было реально жестко, я не знаю, на битву гильдии, наверное, часа 2 потратил, мы сидели там на стриме. Ну, кто был на стриме, ну, не даст мне соврать, реально, там, 2 часа мучился или 3 часа, полную версию, я говорю, посмотрите на стриме, просто сейчас вы увидите только удачные попытки, потому что до этого там просто был, я уже этих героев своих материл, говорю, суки, суки, уроды, блин, я чего вас зря качал, сволочи, в вас ресурсы вливал, кристаллы героев, варло, говно, блин, давай, стреляй, вот там такие вот всякие разговоры были. Очень весело, но это только можно увидеть в полной версии, полистав стрим, там где-то отматываете 2 часа, где-то в середине я начинал битву гильдий проходить берлогу, поздравляю с победой, реально, конечно, жестко, и, блин, у нас все-таки разница большая, вот, ну, и также мы много насливались, многие пошли на топов, и, как бы, слишком-слишком самоуверенно все произошло, и кто-то слился. Так что, вот такие вот, друзья, включаю запись, вот, было очень интересно. На самом деле, единственное, что хочу отметить, это сейчас у меня получилось их пройти, ну, топовых игроков, вот, которые у нас здесь, по сути, да, в топе, потом у меня этого не получится сделать, вот, кого, кто проходился, Лиан Кинг проходился, вот этот Медевин, вот, с ним тоже там мучился пипец, Игорь, кажется, проходился, если я не ошибаюсь, вот. Сейчас получилось пройти, но через какое-то время, какой-нибудь месяцок у меня, реально, я не смогу даже к ним близко подобраться, попытаться их пройти, потому что потом они прокачают своих питомцев, и, как бы, и все, я нихрена не смогу сделать, потому что мои питомцы будут от их отставать, и, короче, ну, реально, подождите месяцок-два, и топов будет проходить намного сложнее. Короче, уже будет на битву гильдии тогда тратиться не два часа, а все четыре часа, и, знаешь, с большой надеждой на то, что рандом, рандом, рандом будет на твоей стороне. Давайте я быстро покажу вообще, что у меня с питомцами происходит, как бы, ну, ну, как бы они там что-то, чуть-чуть-чуть качаются, ну, вот, как-то так вот, друзья, включая запись, короче, вот, сильно там, не удивляйтесь, это пятичасовой стрим был, короче, и середина ночи. Так что так вот, и спасибо, спасибо всем за битву гильдии, было очень интересно. Валя будет молчанку снимать, заряжать. Так, а рез далеко оттуда. Подожди, ну, кто-то же тут кидал молчанку, если бы. У-у. Что, тотема нету с молчанкой тут? С другой стороны. А, вот он. А, тут Валя, тут Валя. Тут, на. Давай, на, блядь, да у него. Так, у Горгула ожива была. Давайте, соберитесь, сучки. А, ну, все. Давайте, на, 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 на мобов, давайте. Идите на мобов, фея, лечи. Давай, ну, пока под молчанкой добейся черепа. А, я, я, чуть-чуть. 240, без крита, просто пришло, так бы все. Уже, по-моему, была. Ну, пока что, в принципе, пускай они стоят встанет. Сейчас, нормально. Фея, да. О, все. Ожил, ожил. Нормально. А, все, жопа. А, у тебя еще этот есть? Спокойно. Ну, это, да, я знаю, но это все равно, не факт. А, нарез его бил. Ты, ну, что, Варлока, может? Может, Варлок его замочит? Ну, мы сейчас тут будем брать, короче, 100%. Ну, или тогда сейчас нужно, что делать, короче, выходить, не выходить. Боюсь этого одного черепа. 29. У тебя триант еще есть. Ты потом трианта выпускаешь, и он на него молчанку кидает. Выпускай сейчас. Ай-яй-яй-яй. Вот они сцепились. Ну, вот и все. Главное, чтобы теперь он это дожил от стана. Да сейчас вырубит пару башен, нормально будет. Вся минута 21. Все, уже 51% уже никуда не денешься. Давай быстрее добивайся башни. Бодя, Шчук, все, князь покидается. Грусти без меня. Хорошо, буду грустить без тебя. Ну, фея то, что лечила, она дала себе знать. Ну, да, и как бы 7 и 10 все равно плюс. Потому что, да, когда без горгул, там, по-кого-то высаживаешься. Куда не побежали. 44 секунды, уроды. Если я сейчас еще раз сольюсь из-за нехватки времени где-то, то я просто расфираюсь. Дима 100 рублей. Спасибо за рекламу. Да, вам спасибо, ребятки. Тем более, знакомые лица вашей гильдии. 593. Снижают у него нашего черепа. Так, ну давай, может быть, стрельнет один раз. Трианта выпустил. Ну ладно, раз триантом. Вот, убили, а он забил что-то. Сука. Ну, смотри, держишься, держишься. Оттриантик. Давай, триант. Да вы добейте вы, одержимого, добейте, мудаки. Удавили. Так, тут остался горгул и череп. У меня здесь все есть. Да, у меня, короче. Смотри наверх, наверх смотри, что там происходит. Так, череп один остался. Все. 28, две минуты. Ну, глава у тебя череп живет, ну, полости хп. Четыре башни осталось. Четыре башни осталось. Может, я не успею еще. Успеешь. Минута пятьдесят. Слушай, Игорь, спасибо тебе большое. И вправду сказал, посмотри две минуты и сэкономишь себе два часа. Четыре башни осталось. Выходи. Что? Выходи. Да, да, да. Так, ну, минута, минута, а череп еще бежать тут вокруг. Он быстро бегает. Что там, непроходимая расстановка? Ну, прошел ты, можно сказать, не я сам. По совету Игоря прошел. У Игоря пишет минута славы. Спасибо тебе. Подписывайтесь на канал. Да, ребятки, подписывайтесь на канал Игоря. Блин, Варлок, идиот. У тебя тут здание. Че ты мимо идешь? Мудила. Ну, реально же, ну. Дебил, тупой ты. Какую ты цель выбираешь? Сорвался идеальный план Барбаросса. Так, ладно. Ну, давай. Вот у тебя здание. Сюда, целься. Сюда, целься. Ну, или на магнице, на ратуше. Ой, да. Арену. Ну. В мельницу пошел. Блин, ну, дебил же, ну, ну, дебил. Ну, смотри, Вальтору вырубил. Сколько, три героя осталось? Ну, блин. Четыре. Еще и тут под молчанкой. Надо было выпускать трианта. Снизу, справа. Блин, а из-за него потом чуть-чуть этот включится. Ну, арест. Арест, арест. А, вот, добили, короче. Вот так. Все, всех. Мугов выпускательных. Все, добили. Угу. Отлично. Как-то она, как-то вообще халява рулит. Нет, а варлак хорошо ударил, когда подходил. Ну, видишь, рандомный. Ну, сколько попыток питаться было, блядь. Да, до хрена, на самом деле, было. Блядь, так, как так-то, а? Как РЭД-21, только как так-то, а? Давай, под молчанкой. Давай еще раз, тань. Ты посмотри. Вот. Вот этого момента. Вот он наш шанс. Пофигу, 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 сейчас. Проценты смотрим. Блядь, сука. Ну, ладно. Зато сейчас тотем уже сработал. Так, две минуты у нас. Давай, может, череп сейчас путаем. Оресик. Не, не успеет еще раз. Хотя бы башню вынес, конечную. Сука. Бля, ну, сейчас мы можем, если горгул нас ебанет, то мы можем бросать, потому что сейчас процентов улетят. Ну, давай. Есть смысл мобов выпускать? Да. Есть, горгула достанели. Ну, 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 череп убил горгула, все. Все нормально. Фух. Видишь, рандом, ребятка. Все рандом. Все рандом у нас тут. Сходи, далматинцев. Ага. 587. Все, 239 остался, да? Максималка. Тут уж на смартфлекс. Я его вроде проходил в прошлом битве гильзии. Или нет? Не люблю я душегубов. Ну, че, давай в лоб. Гаргула. Вот я помню, я не помню, прошлое бг, я проходил его или нет. Вот там проблема была. С горгула, посмотри, да, с горгула, ты сейчас не дашь включится. Или по мобу. Барлок жив. Ну, сейчас моба. А, нормально, че, с первой попытки, что ли? Это монтаж. Все, триант жив еще. А, одержимый, сука. Не, ну че, у тебя триант еще. Ну, как бы, ты же знаешь одержимого? Знаю. Ну, че-то стремно, я тебе скажу. Сажи, как убедон, у тебя все там не разломал. Сейчас он начали посогрится. А, нормально все. Слушай, я прошлый бг, вроде... Или я его не прошел, потому что что-то у меня там не срасталось. Или, короче... Ты был без феи. Ну, я... Ну, позапрошлую, то есть, бг. Или я с Валентиной похожу. Ну, короче, я или его не прошел, а если и прошел, то я там мучился, не знаю, до хрена времени. Вангуешь? Не, Овик, я не вангую. Я надеюсь, что ты тоже не сольешься. Реально надеюсь. Че-то у нас сегодня очень много кто слился. Это не очень хорошая ситуация. Для той жопы, в которой мы сейчас находимся. Ну что, ребятки, на этом все. Огромнейшее вам спасибо за просмотр. В особенности тем, кто досмотрел это до конца. Играйте осторожнее, чтобы баги вас обходили вокруг, стороной. И к вам вообще не приближались. С вами был Сашка. Пожелаю вам... Я вам уже удачи вроде желал, короче. Не забудьте поставить лайк, если вам не трудно. Мне будет на пару просмотров больше. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok